ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Я поставил посередине сковородку и сразу немножечко масла. Пусть она себе нагреется. Пусть она себе сама нагреется. И мы, собственно, должны этот лук, я так понимаю, обжарить, пассеровать. Да, да, да. Чуть-чуть мы его поджарим, потом он будет у нас пассероваться немножко, потому что мы сразу почти туда цикень насыпем. Алиса, расскажите, вот раз уж мы заговорили об актрисах, а среди ваших знакомых много актрис? Я имею в виду вот из тех, кого вы могли назвать своими подругами, приятельницами. Ну, приятельниц много. У меня вообще как-то совсем хорошие отношения. Вот с кем работаю, с тем хорошие отношения. Ну, то есть вот ваша компания, например, по художественному фильму «Краткий курс счастливой жизни», вы сблизились? Да, мы сблизились. Серьезно? То есть вы дружите теперь? Ну, у нас у всех какое-то расписание существует, но мы, да, мы как-то все переписываемся, перезваниваемся. Собирались. Был план у нас грандиозный смотреть все вместе первую серию. Первую серию, собраться, так сказать, да? Да, да, да. Был такой план, но как-то все... Вот, честно, и посмотрите, как это все моментально. Давайте-ка я... Вот. Ой, красота. Божественно. Божественно, да. А запах? В общем, хотелось собраться, не получилось. Не получилось, но тем не менее, вы... Желание по-прежнему есть. Да, да. Мы теперь такие как-то подружки. Ну, можно посмотреть последнюю серию вместе? Можно. Это тоже вариант, конечно. У нас все впереди. У меня, если честно, вопросов, конечно, у меня колоссальное количество храма, особенно связано с этим телевизионным сериалом. Я про него слышал очень много. Так. Про него все рассказывали. Так. Мнения были противоречивые, но не... Стоять. Да. Да. Но не в смысле к его художественным достоинствам, а скорее к его содержанию, к его провокативности и прочим-прочим-прочим. Ну, да, да, да. Так, что еще мне нужно? Уже начинать резать. Я могу, да? Еще вот такой вот один. Будет счастье. То есть вот так же его взять и... Да, да, да. У вас это так хорошо получается. Как произошло... Как вообще произошло... Ну, вообще... А скажите вам, кто первый? Кого первого утвердили на героиню? То есть, условно говоря, было ли, когда вы приходили... Знаете, обычно же пробуют сразу на все роли. Меня на две попробовали и как-то довольно быстро утвердили на любовь. Так, вот. То есть, а у вас... Я пойду уже, можно ли у нас в этом участвовать? Подождите, а может быть вот туда? Нет, только сюда. Прямо сюда же, да? Да, прямо сюда. А у нас пометится все это? А это вопрос. Сколько всего? Поэтому, ну... Нам просто нужно все это... Нам же надо потом форму заполнять, оно пусть тушится постепенно. То есть, это нужно тушить, но не жарить ни в коем случае, да? Нет, не жарить. Все, хорошо. Угу. Так, я отрезаю. И... Ну и все, ну как-то Люба вот... Не, ну Люба, конечно, мне нельзя. Я другой Любы не вижу. Вот. Скажите, ну а как... Вы до этого были знакомы с режиссером... С Валерией Гай-Германикой? С Валерией Гай-Германикой. Да, мы с ней довольно давно знакомы, даже собираюсь спектакль вместе делать. А то есть, как бы для вас уже не было такого сюрприза? Ну потому что она же... Нет, я снималась у нее в клипе музыкальном, когда она снимала там клип какой-то. Ну, в общем, мы... Вполне себе. Несколько лет, да, как-то. Алиса, простите, я перебью наш интереснейший разговор, но не стоит ли нам... Если мы сюда положим еще вот такое же количество, мы потеряем все это. Просила большую сковороду. Большую сковороду. Большую сковороду. Ну, чтобы это все в одно... Хорошо. Значит, что мы делаем, друзья? Мы с Алисой решили... Я себе напоминаю сейчас мартовского зайца. Мы с Алисой решили... Решили. Мы с Алисой решили... А вы чувствуете, что вы когда читали Алиса, что вы немножко героиня? Конечно. Блин, как я вам завидую. Потому что я когда читал, в основном я читал про Ивана Дурака, и еще Ивана... У меня была любимая сказка. Не хотелось, да? Ну как, ну Алиса, там, кролик, все. А здесь Иван Дурак, или еще мне нравилась сказка, Иван вдоль и сын. Я вам клянусь, русская, я без шуток. С этого места поподробнее. Иван вдоль и сын. И мама всегда смеялась, особенно когда папа приходит. Значит так, друзья, мы... Загружаем. Мы решили с Алисой сделать вот что. Мы загружаем все, что мы... Помидор порежу, можно же, да? Да, пожалуйста. Вы знаете что, вы начинаете резать помидор. Я хочу сказать, друзья, что Алиса Хазанова сегодня пришла к нам в гости, и мы уже порезали с Алисой цукини, лук, и все это вместе на небольшом огне. Да, совсем на небольшом огне. Совсем на небольшом огне, чтобы она подмедленно тушит. И все это начинаем все тушить, потому что мы делаем овощную запеканку, и потом еще будем салат. Так, Алиса, оставляю вас резать помидоры, у нас цукини тушатся вместе с луком. Друзья, короткая реклама на Первом канале, краткий курс счастливой рекламы на Первом канале, после которого мы вернемся, и вы узнаете, что фритюрница в переводе с литовского означает... Гляди, Магда, как бы тебе в девках не засидеться. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкою, ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в яйцерезку. Дорогие друзья, Владимир Маяковский с Магда, на Первом канале, у нас сегодня Алиса Хазанова, в яйцер. Я вроде не очень могу комментировать, но это было хорошо. Ну хорошо было, изысканно. Очень, очень, очень. Ну скажите, ну вы же... Это высокий стиль. Высокий стиль. Да. Вот, вот, вот это я хотел давно услышать, чтобы кто-то произнес. Я пришла для этого. У нас успех нашего лимонаха. Скажите, пожалуйста, дорогая Алиса. Сейчас, сейчас. Расскажите мне, это, конечно, очень важно. Вы снимаетесь достаточно, ну я бы сказал... Ну не стесняйтесь, говорите как есть. Вот я бы не сказал провокативных, ну таких, в том числе и откровенных фильмов. Ну, наверное, да. Наверное, как-то это все... Во-первых, это то, что мне предлагают. Да. Смотрите, вам бы хотелось... Вот вы видите себя героиней лирических комедий? Да. А веселых, например, каких-нибудь романтических комедий? Конечно. Очень... Сценарий. Сценарий. Всегда... Сколько вы читаете вместе с сценариев? Ну, читаю, не знаю, штук 10-4. Штук 10. Ну и что, все мимо, да? Ну, как сказать. Потому что я тоже читаю штук 10-15, но это два сценария, просто я один читаю 10 раз, второй 5. Вот. И один из них... Я перекладываю красиво с места на место. И один из них это роль Сергея Кулагина в фильме... На Высоцкого. Я пересчитываю сценарий фильма, в котором уже снялся. Я обращаю ваше внимание на то, что я все-таки отправляю помидоры. Алиса, пожалуйста, сделайте это. Да. Я отправляю помидор. Помидор в путешествие в нашу большую прекрасную сковородку. Я, наверное, ну, конечно, придирчивая в каком-то смысле. Как гору материала, я не знаю. Я просто хотел вам сказать спасибо. Ой, да. Я посмотрите, сколько я сделал. Вот и мелко, да? И туда? Два. Три много. Отлично. И туда. Опять красиво. Туда. И туда. И туда мы это все отправляем для того, чтобы насыщить ароматом блюда нашей... Знаете, у меня ощущение, что, конечно... Прованс, Прованс. У нас будет аромат Прованса. А вот скажите мне вот что. У нас, смотрите, аромат Прованса. У нас же, в принципе, это все. Это же цукини, лук да помидор. Это, в принципе, готово-то уже без трех минут. То есть это там будет только... Я же про это и говорю. Духовку надо включить, может быть, чтобы она... Духовочка у нас включена уже на... А, так это прекрасно. На 200 градусов. Замечательно. Ну, сейчас будут хитрости в том смысле, что... Соль. Так. И сахар. Так. Чуть-чуть. Так. Чуть-чуть соли и чуть-чуть сахара. Соль вот эта, да? Вот такая волшебная. Смотрите, морская соль. Я хочу просто, чтобы вы командовали. Да, я командую. Да, по кругу. Убежден, что вы следите за количеством соли в кухне. Однозначно. Вот, поэтому я... Никогда не пересаду. Поэтому я... Да, вот я думаю, знаете, остановимся пока. А я вам сказал... Раз! Все. Все. А потом попробуем. Так. И... Ну... Так, ложка. Сахар. Ложка. Какая большая... Ложка. Какую дадите, то будет красивая. У нас есть, знаете, у нас есть... У меня есть такое... Вот, смотрите, прованская смесь. Как-то правило, я на глаз, на глаз как-то сыплю на глаз. Я вот не могу сказать, сколько сахара надо положить в эту... Ну, 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 пожалуйста, нам... Ну, вот так вот я сейчас... Теперь мы знаем немножко больше о вашем глазе. Наверное, это пол-ложки, да? Пол-ложки, да. В моем глазу пол-ложки. Хорошо. Скажите, Олесь, ну вот когда в бытность вашу... Красиво звучит. В бытность вашу... В бытность мою... Вот помню. Может быть, мы откроем это? Откроем прованские травы, конечно. Когда вы посвящали основное время своей жизни искусству балета? Да. Служили в театре? Да. Это же Большой театр? Да, это Большой театр. Большой театр. Это на секундочку. А почему никто не аплодирует? Хорошо. Очень тяжелая профессия, но она, как бы, очень многому учит тоже. И просто ей надо заниматься, если не можешь не заниматься. Вот все правильно. Никакой причины другой нет. А также я могу сказать и про написание книг. Вот не можешь не писать, тогда будь писателем. Тогда будь писателем. Или про актерскую профессию. Или про актерскую профессию. Или, например, как отец мой говорил, не можешь не выпить. Пей. Ну, выпей уже, пожалуйста, да? Не можешь не обнять за талию эту крашеную блондинку из союза композиторов обнимения. Так, 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 так. Секретарша. Значит, а сколько нужно прованских трав? Дайте я на них посмотрю. Я посмотрю в лицо, можно? Нет, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот такие. Это они, из Прованса. Да, они, они, они. Вы бывали в Провансе? Божественно. Бывала в Провансе, да. Привозили оттуда себе? Возила, да. Так, посыпаем. Посыпаем. И, наверное, сейчас перемешаем, что еще? Не то слово. Не то слово. Все. Я почему заговорил про тот период вашей жизни, когда вы были в Валенте? Что мы говорили? Про Большой театр. Да, про Большой театр. Я исключительно, у нас же программа про еду. Каким-то образом... Жили к диете сейчас приведем. Ай, ай, ай. Ну я не знаю, к диету была ли она, может быть, ее не было. Ну вот если так честно и серьезно, я вообще считаю, что в училище хореографическом должны быть диетологи, которые занимаются детьми и как-то им подсказывают... То есть не просто говорят «не жри», а профессионально объясняют, как тебе питаться, чтобы силы были. Чтобы не испортился организм. Чего не было на тот момент, когда я там училась, и это мне, конечно, кажется, что это неправильно, это жалко, когда так происходит. Но, в принципе, конечно, организм уже сам как-то настраивается, нагрузки большие, и, ну, честно, если бы ты всегда упиралась в то, что просто не ешь, и все. А есть хочется, конечно. Ай, ну... Вы знаете, все американские артисты, ну, очень много, они все не едят мясо, они все там на органической кухне. Да, да, да. У меня был период, когда я не ела мясо, просто организм сказал «не ешь мясо». Ну, я говорю «хорошо, я не буду есть мясо». И я почти 4 года мясо не ел. Скажите, а... А потом стала опять ел. Как часто вы вообще разговариваете с организмом? Когда ночью голос «Алиса, не ешь мясо». Кто это? Я сейчас застряла тут с этой сметаной. Подождите, подождите. С этой сметаной навсегда. С этой сметаной, смотрите, значит... Он сам выходит со мной на связь. Организм выходит на связь. Организм выходит на связь. Это фильм, друзья. 70-е годы, детектив. В жесткой форме. Зачем вы мне это забрали? По произведению Юлианы Семенова, организм выходит на связь. В ролях Игорь Гербачев, Юрий Соломин. Лук ведь должен был уже перестать делать такое... Вы плачь сейчас под совершенно другим причином. Хорошо. Я не могу сослаться на луну. Ну, смотрите, но вот это движение у вас абсолютно поставленное. Вот это. О, еще я так могу ставить. Да, 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 да. Красиво. Правда? Бабушка у меня в этот момент снимала ресницы, полоскала в супе и обратно вставляла. Только ресницы. Я же в актерской семье родился. У меня и дедушка ходила с ресницами наклеенными. Я помню, я, а я помню. Лев Масович Невиндер. Отпустите меня, я не могу больше смеяться. Все, друзья, давайте, давайте... Еще одну ложку сметаны, пожалуйста. Потому что мне не получается сразу все делать. Ложечку сметаны. Ложечку сметанки. Обращай внимание, положила три столовые ложки сметаны. Три столовые ложки сметаны. Так, все мы сделали. Ну. И давайте я помогу тоже вот с этим. Их прямо чуть-чуть, да? Сливочки 23-процентные для соуса. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Алис, дело, на мой взгляд, сделано. И мы можем это все перекладывать. Мы можем. Нам надо сейчас достать сыр. И вы, Иван, будете его натирать на терке. Натирать на терке сыр. Смотрите, сыра много. Какой гарганжола? Нет. Пармезан. Это ракфор, он для салата нам не будет нужен. А вот то, что внизу, вот это желтое. Вот это желтое. Я думаю, подойдет. Пармезан не нужен. Пармезан не нужен. Скажите, пожалуйста, все, вижу терочку. И что, мы просто крупненько натираем сыр, да? Да. Давайте я тогда, знаете, что сделаю? Я тогда... А какой кусочек? Ну, такой. Ну, такой кусочек. Нет, мы можем просто вот так вот сделать. Ну, да. Я не знаю, с вами. Ну, да, будет, наверное. Вот возьмем. Как вам проще? Вот как вам проще? На крупненькой, да? На крупненькой. Вот такой вот. Ага. Не работает или работает? Нет, все работает. Смотрите, сейчас я вам покажу. Красиво. Вон там, все, вон. Шикарно. Нужно еще? Вот, нет, хватит. Все, отлично. Ну что, Алиса, давайте перегружать. Перегружать будем, да. Будем перегружать. Так, это я выключил. Ну, это сейчас мы... Мы просто можем... Вот, знаете, я это просто сниму сюда. Так, давайте мы сейчас... Получается у вас очень красиво. Я услышал, что вы любите, чтобы все было очень ровно. Да. И вот, смотри, что я делаю. Прекрасно, да. Разровняли. Чуть-чуть. Разровняли. Так, и вот сейчас... И теперь сыр. И теперь сверху мы кладем сыр. Алиса, а вот это я уже доверю вам. Смотрите. Такое доверие. Хорошо. Я буду красивым жестом сыпать. Посейте сыр. Сыр на запеканку. Сыр на запеканку. Вообще, честно говорю, можно делать без сыра. Если кто хочет, как бы, более здоровую, легкую пищу, можно и без сметаны, и без сливок, и без сыра. Прямо так поставить ее, овощи поставить так, и они будут запекаться там, да? Да даже, честно говоря, тогда можно не запекать в духовке просто. Тогда можно, в принципе, и не жарить. Можно просто сырое взять, сухое, сожрать и все. Секундочку. Нет, нет, нет. Все-таки, ну, надо проявиться, дать травам прованским и все вот это. Вот. И в результате, это мы, Алиса... Встают, иду дальше. Прошу вас, открывайте. Это мы ставим 200 градусов, но я думаю, что это просто на... 200 градусов, многовато нам будет. Многовато? Сейчас на 180. Убираем сразу на 180, и я думаю, что, ну, это 15 минут. 10. 10 минут. Друзья, давайте скажем, мы находимся в 3-4 минутах от начала приготовления салата. 10 минут должны провести овощи в духовке, запеканка с провансальскими травами по рецепту Алиса Казанова. И на секунду, Алиса, я вас покину. Да, пожалуйста. У нас короткая рекламушка. Я так люблю эти ваши выходы. Вот эти мои выходы. Друзья, реклама на Первом канале, после которой мы вернемся, и вы знаете, что хамон расшифровывается как химкинские отвятные лица особого значения. Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар в сердце. Скажите сёстрам, люди, Оле, чтобы добавили в котлет перца. Владимир Маяковский. С Машей на Первом канале. У нас в гостях сегодня Алиса Казанова. И мы с Алисой уже практически приготовили запеканку. И сейчас быстрый, лёгкий. Не забыть, главное, про неё. Главное не забыть. Не забыть. Значит, вот этот предмет, с которым мы сегодня так красиво зашли в студию. Незабываемо. Цикорий. Люди его не все любят, потому что не знают, что он не весь горький. То есть у него есть такая лёгкая горчинка, но надо уметь с ним обращаться. Что дальше? Дальше. Ну, опять же. Опять же, берём. Берём. Значит. Огрезаем. А вот так вот делаем. Да. Почему? Потому что есть вот эта часть. Которая горчит. Которая горчит. И её надо вырезать. Просто вырезать. Взять. Ну, как это вырезать? Вот так. А вот так, да? Да. Прямо можно вот так вот, да? Да. Вот так. Смотрите. И вот так. Кочарышку вырезали. Всё. Выбросили. Вот так. Да? Да. Ну, и потренироваться. Очень красиво. И вот это? И вот это просто нарезаем, как салат. А, нарезаем. Да. Прямо вот так вот? И сыпем. Нарезаем. Ну, так не мелко. Не мелко. Вот так вот высыпано. Вот так. Так, салат из цикория. Давайте попробуем ещё раз. Да. Значит, горькая, друзья, в цикории кочерыжечка. Кочерыжечка. Которая нам не нужна. Не нужна. Так. Я вот так уже, я уже погрубнее. Да. Да? Очень хорошо. Прекрасно. Можно я сыр достану? Прошу вас доставать обязательно сыр. Значит, друзья, это французский рецепт, который Алиса привезла из своего долгого путешествия во Францию. Долгого путешествия. Чем хорош? В нём сочетание всех вкусов одновременно. Вы имеете в виду сыр Роккор, в котором есть плесень, да? Нет, Иван. Салат. Я имею в виду сладкое, кислое, горькое и острое. И пенициллин. Это всё в сыре Роккор. Да, это... Вот я честно могу вам сказать, вот я очень редко ем вот такой сыр. Очень. Да, но вы его редко едите кусками. Я его... То есть вот не нарезаете и не едите ломтями. Ну вот его на бутерброд с варёной колбаской не положишь. С варёной колбаской лучше. С варёной колбаской. Лучше с брусничным вареньем. С брусничным вареньем? Да, очень вкусно. Это... Вот это слова не балерины, но актрисы. Да, потому что солёное со сладким. Солёное со сладким. Кто у неё солёный огурец с вареньем, тот не знает. Кто к вашей капусте, как говорится, с шоколадной крошкой не смешивает. Так, что надо? Надо, чтобы нож был мокрый, потому что иначе сыр тяжело урежется. Ну это вот вообще тонкости, я не знаю. Однажды ко мне приходила актриса Елена Яковлева. Сюда в шмак. И она говорит, Вань, а достаньте всю плесень из сыра. Я говорю, зачем? Она говорит, такой рецепт. И я, знаете, достал всю плесень, она сказала, это я так пошутила. А смеялись, смеялись. Смеялись, да? Она до сих пор думает, кто ей капот поцарапал. Ну вот, давайте... Вот я и думала, чем это вылиться. Конечно, да. А вот, знаете, там есть грецкие орехи. Грецкие орехи? Они нам нужны. Каким образом? Мы будем... Их бы порезать. Режем орехи? Да. Я режу. Как вы сказали. Вот просто, Алиса, вот как вы говорите, вот так, да? Вот очень красиво получается. Вот так вот мы, все. А если взять эти орехи, собрать пакет полиэтиленами, как дать об стену? По-другому будет, да? Ну, я не знаю, это какой-то, даже не щелкунчик уже получился. Это уже какой-то терминатор. Это уже какой-то терминатор. Это уже какой-то терминатор. 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 Так, значит, вот мы... Мальчиковые какие-то идеи. А что будет, если в пакет положить и дать об стенку? Это, конечно... Да. Вот там не приходит такое в голову. Не приходит девочка в такое в голову. Вообще нет. Нам порезать. Алиса, вот у вас какое детство было? Вот вы были пай-девочкой. А не видно? Или отчаянно? А я не знаю. А не видно? Очень часто бывает, что сейчас такая вся, не знаете, а, как говорится... Помнит еще рабочие кварталы Мурманска знаменитую Алиску с бритвой? Позже. Позже. С 19 лет. С 19 лет у вас были. С 19 лет просто чудо-чудо, молчаливый. Душа родительской компании, да? Душа родительской компании, молчаливый ребенок. Многие спрашивали родителей, а что это у вас за девочка смотрит прогноз погоды и плачет от счастья? Это наша дочь, да? Вот так вот было до 19 лет. Какой прогноз погоды? Учиться, учиться и учиться. Серьезно? Балетная школа. Балетная школа вы учились балету? Я, кроме балета, ничего, в принципе, и не видела. А во сколько вы пришли в балет? Как обычно, лет 7-8, вот так? Да, подготовительные какие-то курсы были в 7-8, а потом уже... А это вы хотели или это родители хотели? Очень хотели. Вы очень хотели. Ну, родители просто не нашли в себе сил отказать ребенку, потому что ребенок настаивал на том, что ничего страшного, что больно, ничего страшного, что как-то медленно. Нет, ну, в общем, честь и хвала родителям, которые вот такие инициативы детей поощряют. Как родителей зовут? Давайте ему приветствуем. А-а-а! Ха-ха-а! Так. Молчим. Молчим. Гена, Гена, Злата, вам привет. Гена и Злата, вам большие приветы. От Ивана Органта. От Ивана Органта. Вот как-то получилось. Алис, если говорить, возвращаясь к сериалу «Краткий курс счастливой жизни», Давайте действительно беремся к сериалу «Кратный курс счастливой жизни». Давайте вернемся к сериалу «Краткий курс счастливой жизни». Всё, что мы всё. Терактим обо всём на свете. Очень интересно. Вы когда играете, вот, например, вот в вашу героиню, у вас на сколько вы вообще на время… Сколько сериал вообще снимался по времени? Ну, почти полгода. Полгода. Вот вы полгода жили, играя, живя чужой жизнью. Страшное дело. Вот вы, как, вы из тех, кто выходит прямо вот, команда «Стоп» звучит на площадке, Или у германики же команда «Стоп» звучит по-другому? Ну ладно, это снято. Ну ладно, это снято, так Валерия Гарнемарьевна говорит. Да. Ну вот. И вот вам тяжело было? Я серьезно спрашиваю. Тяжело, когда вы полгода живете жизнью другого человека, своей героини, потом приходить домой, к семье, и как-то вот, в общем, шлейф роли за вами? Шлейф роли, он отключается, конечно, то есть к семье ты приходишь нормально, но в течение полугода все-таки накапливаются какие-то повадки, которые не твои, и настроение героини каким-то образом передается, потому что и походка, и голос, и все это, конечно. А вы прям меняете, вот когда вы... Да. Что еще нужно нам сюда? Опять же, сахар. Сушеный чеснок. Сушеный чеснок, пожалуйста. Сушеный чеснок, лимон разрез пополам. Лимон разрезаем пополам. Значит, я наливаю оливковое масло. Оливковое масло. Так, значит, смотрите. Масло. Масло. Налили масло. Теперь берем... Сушеного чесночка. Чесночка сушеного. Вот так. Чуть-чуть. 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 Можно еще чуть-чуть. Положки. Вот. Берем. Я уже готов выжимать вам, видимо, туда. Раз. Сахарку. Сахарку. Вот, кстати, обратите внимание, итальянцы никогда сахар не добавляют, а французы добавляют. А французы добавляют, это моя мама добавляет. Это мамины придумочки. Это мамины придумочки. И теперь вот соль, пожалуйста, ваши прекрасные умельники. Давайте я вам сейчас сразу... Давайте, садитесь. Выкомандуйте. Да, да, да. Ух-ух-ух. Хорошо. Спасибо. И выжимайте половину лимона. Половинчик лимона. Тут даже косточки нету, но все косточки все равно вот так. 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 Теперь берем вилку. Так, пожалуйста. Льем соус. А нужны нам вообще-то салатные ложки, чтобы так красиво перемешать? Ну, вон там есть. Вижу, да? Вот эти, ой, красота, смотрите. И мешаем мы это делать. Я не знаю, будете ли вы это пробовать. Что значит? Я все пробую. Потому что вы едите сыр акфор. Я ем сыр акфор, цикорий. И все такое. Цикорий вкусный. Значит, давайте, Алис, пока мешайте, я хотел бы рецепты повторить. Вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Значит, первый рецепт салата с цикорием. Вы берете цикорию, вырезаете у него кочерыжечку. Режете достаточно крупно в салатную мисочку, добавляете туда грецкий орех порезанный, добавляете туда сыр акфор порезанный. Делаете соус, который стоит из оливкового масла, лимонного сока, сахара, соли и чесночного... То, сушеного чеснока. Сушеного чеснока, да. Все это перемешиваете, заливаете этим соусом, перемешиваете, салат готов. Делаете так, вы обжариваете на сковородочке лук, добавляете туда цукини порезанные, и все это начинаете тушить, потом добавив один помидор, чеснока, прованские травы, добавляете туда тоже немножко сахара, немножко соли. Все это так тушится, 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 тушится. Потом добавляете туда три ложки сметаны и сливки, только 23-процентного. После этого все это перемешиваете, чуть-чуть это стоит, выкладываете в форму, сверху тертым сыром и на 10 минут в духовку достаете, и тут уж прованс. Вот это дело, да. Это дело. Друзья, ну давайте пробовать. А что никто не аплодирует? А почему никто не... Все-таки сидят, тихо смотрят. Ничего, это съедобная вещь. Это, друзья, так же успешно и многогранно, как сериал «Краткий курс счастливой жизни». Вот как вы закрутили, так красиво. Да-да, Алиса, я бы хотел сейчас вам вручить подарки. О! Вам от нашего спонсора корзину душистого ароматного ционского чая «Акбар». Боже, это ж сокровище. Источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Ну теперь, Алиса, вот смотрите, от нашего спонсора высококачественная бытовая химия «Топхаус» для бережного ухода за бытовой техникой. Вы выбираете технику, а техника, в свою очередь, выбирает «Топхаус». Я должна стать какой-то очень хозяйственной актрисой. У нас сегодня в гостях была замечательная актриса, кулинар, и теперь мы уже понимаем хозяйка Алиса Хазанова. Спасибо огромное, Алиса, что вы на к нам пришли. Я на секунду сейчас вас покинул. Да-да, пожалуйста, сделайте это. Я вернусь, мы поднимем в «Топхаус». У нас сейчас небольшая пауза, мы вернемся к вам уже в следующем нашем литературно-кулинарном альманахе. И вы узнаете, что «Горгонзола» в переводе с белорусского означает «в принципе, у меня с тетейчей нормальные отношения».